Доброе время субтитров. И с вами снова я, Михаил Шин. В этом видео я расскажу вам о том, как проводить мобилизацию в верхнем грудном отделе позвоночника. То есть о том, о чем я обещала сказать в прошлом уроке. О предыдущем занятии мы разбирали шею, сегодня разберем верхний грудной. Не только верхний, вообще грудной отдел позвоночника. Разберем, почему я акцентируюсь на верхний грудной, потому что он самый трудный для мобилизации. И те упражнения, которые обычно делают для разминки и мобилизации в грудном отделе позвоночника, как правило, почти всегда направлены на нижний сегмент. А нам очень важно проработать на верхнем, потому что это трудно на самом деле и как правило не задействовано. А именно там и находится все то, что наиболее интересно. Во-первых, там чаще все бывает застой и блокады функциональные. Ну, прежде всего хороиды. Которые мимикрируют боли в сердце, какие-то состояния тяжести в груди, от чего человек вообще чувствует себя дискомфортно. Как я уже рассказывал ранее, что под мобилизацией будет развивается, под самая мобилизацией я не имею в виду релизинг или самокоррекцию, а я имею в виду сохранение функциональной подвижности, естественной физиологической подвижности или расширение ее границ, если есть уже легкость, ограничение подвижности. Надо обязательно задействовать все плоскости, чтобы все межпозвоночные сочленения, все суставы межпозвонковые, они проработали во всех физиологических осях и плоскостях в рамках нормальных амплитуд. Вот. И начнем как раз с самого верха. Смотрите, какие у нас являются движения физиологичные. Самые. С них мы всегда начинаем. Начинаем с самых физиологичных движений, которые естественные. Самые естественные. Некоторые считают, что это повороты в сторону. Это неправильно. В грудном отделе позвоночника, как правило, поворотов не происходит. Они происходят в грудопоясничном переходе, в пояснице. Также поворачивается голова. В грудном отделе позвоночника и на бедрах. В грудном отделе поворотов практически нет. Практически. Это не самые нормальные движения с точки зрения физиологии, когда позвонок вот так относительно друг друга крутится к лобанке. Не самое. В некоторых отделах это нормально. В шею, да? Например, в поясничном, в какой-то мере. В верхнем грудном, в грудном, в грудном. Если там что-то повернется, то возникли торси и точно постреливают. Обычно постреливают и провоцируют какие-то неловкие повороты. Сидел из столовичной, так притянулось что-то взять и спину прострелил в межнопадках. Вот. Поэтому такие движения мы оставляем как газосладкое. На самый-самый конец. А то не для всех. А только для тех, у кого нет проблем. Вот. Но об этом чуть-чуть попозже. Первое физиологическое движение это сгибание и разгибание. Самое нормальное. Ну смотрите, что обычно делают. Обычно при разливке, когда делают какие-то сгибание с губами, задействуют обычный поясничный отдел. В грудном, как правило, ничего не происходит. А надо обязательно. Как это сделать? Ну очень просто на самом деле. Смотрите, каким у нас это делается. Нужно в верхнем грудном отделе сделать некую точку стабилизации. И делаем ли мы руками. Мы поднимаем руки как можно выше подмышки. Вот так вот опираемся. Вот таким вот образом. Локти направлены в сторону. Ни назад. Ни в перевод никуда. Это еще понадобится. А ровно. Сами стоим ровно. Так вот не надо стоять. Стоим абсолютно ровно. Как будто приложим опять же тени со стола к стене. Или кого-то к стене ставим. Вообще поначалу около стены и стоит это делать для того, чтобы контролировать в правильной положении стен. Ставим. Теперь смотрите. Нам нужно проработать, только гахметь. Смотрите, что мы делаем. Мы не сгибаемся и не разгибаемся. Мы в этом отделе спину выпрямляем. Дело в том, что в спине здесь находится кифоз. Это самое. Шейный лордоз. Грудной кифоз. Потом поясничный лордоз. И снова кифоз. Вот. Так вот мы этот кифоз должны разогнуть. И глинацию будем сделать. Если мы просто будем прогибаться назад. Мы больше в пояснице будем прогибаться. И в грудь поясничный переход. Для того, чтобы запустить самый верх. Мы должны при отведении лопаток назад. То есть лопатки сводим. Таким вот образом. И локти начнут ноги назад. А при этом грудь подать вперед. Если мы этого не сделаем, а просто запрокинемся, то мы точно прогнемся в грудь поясничный переход. Если мы выдвинемся вперед, то поясница не прогнется. А именно распроеднится кифоз. Это очень важный момент. Делается это на второй ход. Вдох. Выдох. Вот здесь мы сутулируем. Максимально сутулируем. Вголку вниз. Вперед. И назад. И сутулируем. 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 Вперед. Вперед. И назад. Вголку поднимаем на суток подбородком. Берем и вместе. Таким образом. Руками не сильно сдавливаем ногу и клетку. И локти выводим максимально вперед. Делается где-то 10 раз. Сделаем. Верхнюю часть. Началось. Дальше. Это закончили. Теперь другое движение. Это наклоны в сторону. Такие движения. Естественно. Мы там часто коленку почесать. Что-то расчесалось. Что-то поднять. И не только вперед наклоняемся. Но и в сторону. Вот назад не наклоняемся что-то почесать. Развернуться. И еще не ногу поднять. А вот в сторону мы наклоняемся. Очень часто на колену. Очень тихо. Поэтому это движение. Естественно. Груна нужна. Она будет в этой верхней модели. Опять же. В обычной жизни. Максимально. При разгылках. При разгылках. Это наклоны. Люди в сторону. Да. Они что делают. Они обычно наклоняются. В пояснице. Грудь опять остается перед задействованием. Почему я так и акцентирую. Что в грудном отделе. Обязательно вот эту подвижность надо сохранять. Грудной отдел у обычного современного человека. Практически никогда не задействовал. Он все время сидит за рулем. За столом. Это что-то делает. Жизнь ему не надо. Крутить там торстом. Чего-то как-то наклоняться во всех осях и костях. Ничего не работает. Поэтому здесь чаще всего здесь возникает масса блокад в основном. Или именно это сложная зона. Если в пояснице пространство часто бывает, что там возникает гипермобильность. То это тема следующего занятия. То в каких-то там участках. В каких-то типах мобильности. То в грудном отделе чаще всего из-за неподвижности возникаются проблемы. Поэтому здесь подвижность надо развивать обязательно. Так вот наклон. С наклонами то же самое. Мы должны ограничить низ отверхов в той зоне, где собираемся на рану. Максимально поднимаем. Руки вверх. Плечи поднимать не надо. Другого локда втягивать тоже. Плечи опущены вниз. Ставимся ровно. Спина ровная. Локти в сторону, не назад, не вперед никуда. Все. Абсолютно. И теперь смотрите, что мы видим. Мы не просто пытаемся по этой линии как бы рук наклоны соглашать. Это очень трудно. Да переломиться в этом месте. Теперь лапся здесь, а все равно в пояснице делайте наклоны. Мы наклоняясь чуть-чуть, одновременно подергиваем вверх разноименное плечо. Вот движение происходит. И вот линия плеч, она показывает черт относительно вот этой линии. И линия плеч, она показывает, ну то есть перелом позвоночника. То есть куда позвоночник подлонился и на сколько. Вот линия плеч, по делу, я бы ничего другого не спустил. А руки остались на месте, руки не поднимаются. Не надо. Вот. И вот по этой линии, вот эта линия плеч, вот такой наклон произошел. И так же другую сторону. Вот. Здесь же тоже, вы знаете, делаем вдох. Потом поменяли и наоборот. Уже вдох делаем в эту сторону. Если вы вдох принимали правую, через это вот. Если вы чувствуете себя хорошо, ну спортсмен, никаких проблем нет, делайте быстро. Если вы только начинаете делать, никогда не делайте. Все делается плавно, да? Хорошо. Вот мы проработали. В этой плоскости, в этой плоскости. Дальше что? Дальше идет сочетание этих плоскостей. Как и в шее, это делается во вращениях. То есть, здесь же как среднее положение между согнутым, разогнутым и наклонной стороной. Есть еще четыре стороны. Всего-то восемь стороны. И вот, они очень хорошо прорабатываются во вращениях. Точно так же, как на руке. И в верхней части туловища, лопти опять же четко встроены. И сейчас при вращении не отводим лопти назад. Делаем поворот. Стараемся не крутить торс. Поясница стоит вообще на месте. Четко зафиксируем. Вращаем только в том положении, где стоят руки. И вот ощущение, что мы вращаем плечи. Плечи. Поворачиваем. Значит назад, двигаем вдох. Вперед-выдох. И в густую сторону. Сделаем. И вот только теперь дело доходит до поворотов. Если мы будем поворачиваться, таким образом. Верхний головной отдел опять не работает, как исключить его? Исключить его довольно просто. То есть исключить работу в верхнем отделе довольно просто. Нам нужно руки вверх взять. Тогда поворот. И поворачивать плечи. Тогда будет поворачиваться в верхнем отделе все. Если плечи у них опущены и руки не поднимуты, придурливы вставят уже в среднем уровне Опущенные руки начинают больше бедра работать Это естественно совершенно Если мы вытянулись полностью вверх То у нас, конечно надо контролировать, чтобы не поворачивать бедра Бедра зафиксированы на месте У вас лук поворачивается, плечи поворачиваются И вместе с ними крутятся верхние руки на этот тел Чтобы это поестественно не было, делаем следующее образом Одна рука идет на плечо, вперед вверх И смотрим на руку вверх Точно так же на одну сторону В одну сторону В другую В одну В другую В одну В другую И у вас как раз получается Растяжение позлоточников Поднимайте руку вверх То есть компрессивность снимается И поворачивается И растягивается и поворачивается Если же наоборот забивать вниз может крутить на месте, когда плотно стоят, то этот поворот на начальных этапах, или если есть изменения уже сильные какие-то, может спровоцировать наоборот то, что в будущем летит. Поэтому повороты я рекомендую делать только тем, у кого проблем нет. То есть уже длительная ремиссия, ничего не болит, молод человек, спортом занимается. Поэтому можно повороты делать. Тех, у кого проблемы какие-то были и есть, и есть малейшее опасение, что будут какие-то проблемы, лучше этого не делать. Лучше делать первые три, то есть вперед, назад, в сторону и вращение какое-то время, ну полгода, например. И только потом уже добавить вот эти повороты. Как и делается вот вдох, то есть можно делать двумя способами. Вдох, выдох, середина, вдох, выдох, середина, вдох, выдох, середина. А можно делать точно так же, мы в одну сторону поворачиваем вдох, в руку, скорую выдох. Когда я делаю, что точно так же, это как в шее, когда мы шею понимаем. Кто не видел, посмотрите предыдущий ролик. Вот, смотрите. Выглядит это таким образом. И можно даже давать, послушать себя. То есть сначала поворачиваемся, а потом еще даводим. Вот таким вот образом. А теперь я покажу все это целиком, сколько это по времени занимает. Сколько это по времени занимает. Смотрите, что нужно. Начинаем с самого начала. Руки поставили. И начнем. Звук. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...